добрый день дорогие друзья и не успела я вернуться в свою студию и навести здесь хоть какой-то порядок теперь меня ждет очередной переезд но теперь благо не за город а всего лишь вот соседнюю комнату примерно год назад я снимал свои видео совершенно в другом месте это собственно и было вот эта маленькая вторая комната и с появлением малыша было принято решение что мы меняемся местами то есть из маленькой я переезжаю в большую делаю здесь студию а из этой большой спальне мы переезжаем в маленькую делаем там спальню как говорится все познается в сравнении и вот только спустя полгода мы поняли что нам тупо не хватает места в этой самой маленькой комнате сегодня меня ждет просто какой-то тотально глобальный переезд потому что вот это все что за моей спиной мне надо будет переправить в эту маленькую комнату все что в этой маленькой комнате а там поверьте много мне надо будет перенести в эту большую комнату ну короче дело сегодня не в Так что видео в этих замечательных бетонных стенах я снимаю последний раз. Да, конечно, переезжать из этой комнаты мне немного грустновато, потому что именно в этом месте я начал снимать свою передачу «Где твой провод?», куда приглашал своих друзей и музыкантов, но, к сожалению, из-за карантина ко мне успело прийти только два моих друга, это Петя Пазына и Денис Цук. Поэтому ссылки на эти стримы замечательные вообще, мы там импровизировали, разговаривали, в общем, круто проводили время, оставлю в описании. Так что заходите, если не видели. Вот что меня сегодня ждет, перенести надо будет вот этот большой двухметровый стол с компом и со всем стафом. Вот этот старый столик надо будет разобрать, он, кстати, по-моему, советский, да. Ну, классный, очень вместительный, еще раздвигается, тоже его надо будет перенести, надеюсь, все это влезет, ну, точно влезет, потому что это там раньше стояло. Потом вот этот кассетный уголок тоже надо будет перенести, конечно, барахла дофига. Может, что продать, кстати, не знаю, надо будет подумать. Не буду вам показывать противоположный угол этой комнаты, потому что там вещей еще больше. Но это все сегодня я постараюсь убрать. Ну, как постараюсь, мне это надо сегодня убрать, потому что я своих отправил к бабушке, чтобы им не мешать и потихонечку здесь все приводить в порядок. Так что приступаю. Вот сегодня со мной только кот остался, но он помогать мне вообще не собирается. А что, отдыхай, Марсик. Все, разобрал этот страшный угол. Теперь на это место я поставлю кровать из той комнаты. Вот здесь гардероб останется. Ну, а все остальное вот здесь вот. Жутковато. Буду разбирать. Сейчас покажу вам эту маленькую комнату. Вот здесь я матрас уже приподнял. В общем, вот этот весь хлам надо будет вытащить, разобрать кровать, перенести эту кровать в ту комнату, потом ее там собрать, загрузить весь этот хлам обратно. Ну, в общем, и к этой стене собираюсь поставить свой длинный стол с компьютерами. Вот здесь у меня будет этот советский стол большой напротив консоли. Как раз на нем размещу весь свой сетап, чтобы естественное освещение от окна классно работало для съемки видео. Ну, а в этой стороне я поставлю вот диванчик. Будем так сидеть, отдыхать. Ну, посмотрим. Все, малая часть моего переезда уже позади. В итоге перенес эту кровать. К счастью, разбирать ее не пришлось. Положил на бок и пронес через двери. Единственное, что пришлось, это снять дверь с петель и наличники. Их я удачно снял, потому что у меня вот здесь таким непристойным образом кабель интернета заводится в комнату. И как раз я его пущу вот тут по коробке, вот так вот, вниз, туда под палас, и вот здесь к столу как раз он придет. Очень удачно. Ну, а сейчас вот эти все вещи мне предстоит перенести в наш подкроватный погреб. Да, конечно, хлам, а здесь будь здоров. На улице уже стемнело, но я все-таки освободил маленькую комнату. Теперь можно спокойно перемещать весь мой сетап из большой комнаты вот сюда. В этой маленькой комнате полы такие же, как в большой, из паркета. И, конечно же, он скрипучий, и какие-то дощечки уже вываливаются, поэтому, когда мы сюда заезжали, я постелил вот такой палас, чтобы хоть как-то, ну, освежить это все дело и не менять полы целиком. И еще он неплохо так вырабатывает статическое электричество, потому что, когда у меня студия была здесь, изначально у меня все по чуть-чуть добилось стоком. Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста, в комментариях, может ли палас вырабатывать статическое электричество, и как решить эту проблему. Конечно, до переезда у меня была идея это все снять, снять этот паркет скрипучий, постелить там, не знаю, ОБС, кинуть ламинат или линолеум, но пока немного не до этого, и вот решили оставить так. Поэтому, если кто-то подскажет решение в борьбе со статическим электричеством, буду вам очень благодарен, да уверен, и остальным будет интересно почитать. Вот хожу и думаю, чтобы первым переместить в ту комнату. Скорее всего, это будет вот этот большой стол. Как раз его уберу, здесь появится место, чтобы уже разбирать вот этот длинный стол. Когда уберу длинный стол, уже займусь диваном. Его даже не видно под хламом. В общем, диван там есть. Это все я тоже уберу. Но единственное, этот стол надо будет разобрать, снять с ножек, потому что столешница по ширине не проходит в мои дверные проемы. Переезд этого основного рабочего места проходит отлично. Есть даже ощущение, что я сегодня тут все уберу и уже подключу в другой маленькой комнате. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это то, что Кома Электроник прилипла к столешнице. И есть ощущение, что с ножками, на которых она держится, придется распрощаться. Не прошло и нескольких часов, как мое новое рабочее место теперь полностью готово к эксплуатации. Конечно, сейчас можно садиться и уже писать музыку, но сперва мне еще нужно перенести диван из той комнаты, прибраться в той большой комнате перед приездом моей семьи. Ну и, конечно, попить чай. Все-таки мой кот мне помог. Начал подключать интернет-провод к компьютеру, чтобы проверить, все ли там работает. Но не тут-то было. Он погрыз коннектор. В общем, теперь мне будет уроком, что никакие провода без присмотра оставлять категорически нельзя. Благо, у нас неподалеку есть магазин, который работает до 12 ночи, где продаются, собственно, эти коннекторы. Вот сбегал, закупил. Сейчас посмотрел видео на YouTube, как можно подключить его без специального инструмента. Попробую. Ну, а если не получится, то я также купил 15-метровый обжатый интернет-кабель. Попробуем два варианта. Вот я уже отрезал этот пожеванный коннектор. Посмотрел, как там распределены провода, чтобы здесь так же сделать. И сейчас попробую с помощью отвертки обжать вот с новым таким коннектором. Да, и купил набор сразу вот с такими защитными колпачками. Теперь понял, для чего они нужны. Все, поджал все контакты. Сейчас попробуем подключить. Так, смотрим на значок. Опа! Заработало! Все, ребят, теперь я официально могу обжимать провода. Пишите в личку. Ну, на самом деле, оказалось все довольно-таки просто. Главное, иметь эти самые коннекторы, ну и отвертку. Нашлась минутка чуть-чуть отдохнуть и допить свой вкусный горячий чай. так как моя семья решила остаться у бабушки на ночь. И с этим интернетом я вообще ничего не успел сделать. Сейчас уже 20 минут первого ночи. Как говорится, вся ночь впереди, поэтому продолжаю уборку. Это уже утро следующего дня и я официально переехал в новую студию. Хотел бы извиниться за мой вчерашний домашний вид, но, к сожалению, в более нормальной одежде разбираться мне бы было неудобно. И сейчас покажу, как у меня теперь здесь все устроено. Основные рабочие зоны остались на тех же местах. Вот здесь у меня отдел компьютерной графики и постпродакшена. Внизу у меня склад со всякими проводами и переходниками. В этом углу разместился отдел кассет и пленки. Здесь всякая барахлишка, которая помогает мне экспериментировать с этими пленками. Ну и вот этот стол будет как раз стол для съемки всяких перформансов, выступлений и зарисовок. Здесь находится отдел для хранения проводов, покетов и опи-ван. Следом идет зона отдыха, где можно послушать музыку или посмотреть фильмы. Ну и моя скромная коллекция гитар. О, и кстати, провода вот эти нужно будет спрятать от кота. Так как я постоянно экспериментирую и нахожусь в творческом поиске, то вот решил снять, не побоюсь этого слова, вот такое домашнее видео. Поэтому было бы интересно узнать, как вам видео такого формата, стоит ли продолжать, да и вообще напишите, что творится в вашей студии, с какими проблемами сталкивались и как их решали. Было бы интересно почитать. Спасибо, что были эти несколько дней со мной и помогли мне с переездом. Ну а я продолжу готовить наш новогодний конкурс, где можно будет выиграть вот такой новенький Pocket 133 Street Fighter. Все условия конкурса я опубликую через несколько дней у себя в Инстаграме, так что заходите и подписывайтесь. Музыкального вам настроения и всего самого доброго!